Привет, только что появилась новость, которую я читаю на странице немецкой, но она имеет первоисточник из французский Le Monde, которая заявила, что Фрум вроде как исходит из того, что ему не разрешат участвовать на Tour de France, который вот-вот уже начнётся на следующей неделе. Это, конечно, что-то с чем-то, то есть это основной претендент, это всё равно, что я не знаю, это Real Madrid запретить играть в футбол или в чемпионской лиге, или как они всё называются, какой-то нонсенс, серьёзный, давайте разберём, что я не верю в то, что это фактически всё сделают. По новости, какая-то организация, французский олимпийский комитет, CNOSV, какой-то суд 3 июля на следующей неделе, то есть будет решать вот точно уже, мы узнаем, это фейк или что. Давайте проанализируем коротко, что это такое, сегодня ещё на стриме, может продолжим, но какие последствия это решение может иметь? Ну, во-первых, краткосрочно это подогревает интерес к Tour de France, то есть сейчас идёт Чемпионат мира, и Tour de France начинается тогда, когда ещё, поправьте меня, если не так, Чемпионат мира будет вот в самой жаркой фазе, которая интереснее всем, и тут, да, такая новость, Крис Фрум, скандалы, а скандалы, люди любят скандалы, да, и это, конечно же, внимание к Tour de France привлекает, люди будут подключаться туда-сюда, и краткосрочно это, по-моему, для популяризации события, не велоспорта, не велосипеда, тем более, это здорово, то, что вот скандалы какие-то происходят, скандалы каждый год происходят, на самом деле в велоспорте, особенно по допингу, не знаю, по-моему, оставляет это всё такое впечатление, что допинг только в велоспорте, вот Чемпионат мира, ни одного скандала по допингу последние годы, десятилетия, я бы даже сказал, на высшей, да, в высшем уровне ни одного скандала. В велоспорте, пожалуйста, любой, кто выигрывал достаточное количество, или среди топ-лидеров, Кантадор, Ленс Армстронг, сейчас вот Фрум, пожалуйста, тоже сколько он раз там подряд выигрывал, и сколько всего он выигрывал, эти скандалы из года в год, и такое чувство складывается, в футболе люди зарабатывают гигантские деньги, но если вот там что-нибудь случится, опять-таки, там ногу сломает человек или ещё что-нибудь, то в любом случае тоже, как спортсмен, у тебя есть риски, ты всё окажешься безработным, грубо говоря, и в любом случае там гигантская конкуренция, сколько там иерархии команд и так далее, и так далее, и что нам хотят СМИ рассказать, что в футболе нет такой проблемы, что ли? По-моему, эту проблему не так, как в велоспорте контролируют, то есть контролей гораздо меньше, и я уже делал видео про допинг, про там хороших врачей в Англии, да, К примеру, там, Доктор Феррари тоже и всякие другие есть, но я серьёзно, напишите в комментариях, но я не верю, что Криса Фрума отстранят от этого Тур-де-Франс, который в этом году будет проходить, но, блин, ну это будет совсем как-то неинтересно. Вот Фифа, Фифа понимает, что нужно немножко скандалов, немножко популярности, да, и всё будет нормально, то есть продать право участия на проведение ЧМ в России, там, где в Катар и так далее, как-то немножко коррупции, всё умяли, немножко скандалов и побольше популярности и так далее. Реал Мадрид, сколько там полмиллиарда, или сколько у них там было в минусе, они фактически были банкротом, там какие-то есть регуляции по Европе, что нельзя быть банкротом и так далее. Нет, конечно, никто Реал Мадрид не будет отстранять. Сколько у них там долгов? Бавария, по-моему, каждый год бы выигрывала, Мюнхенская Бавария каждый год выигрывала бы всё, что можно на футбольной площадке, так как у них нет долгов, они зарабатывают, они в плюсе. Это реально хороший бизнес. Реал в минусе, по-моему, до сих пор. Я уже когда перестал футболом интересоваться, но тогда у них было что-то около ярда, пол-ярда долгов. Никто их не отстранил. Здесь вот хотят, грубо говоря, Реал Мадрид в лице велоспортивным. Крис Фрум, окей, велоспорт – это командный вид спорта, но вы, думаю, согласитесь, что Крис Фрум – один из самых главных движителей популярности, за которым будут, конечно, наблюдать Питер Саган, конечно. Но тоже тут вопрос допинг, спекуляции, да, есть ли лучшие всегда или практически всегда улавливались на допинге. Вот кто-то говорил ещё пару лет назад, что я в том числе видео делал по допингу, и говорил, что и Фрум тоже, она обладает какими-то специальными качествами, специальным, там, не знаю, доктором или что, люди писали, что нет, Фрум – исключение, да, посмотри, там, вот, африканские гены, там, ла-ла-ла, кенийские или что. Попался, попался, чувак. Но на чём попался, да, для автоматиков, да, средстве? И я смотрел документалку с, так, аматёрской команды, да, в Германии, велокоманды, и там показывали несколько дней такой репортаж о них, и спрашивали там различных ездунов, и во время того, как они рассказывали, там, отвечали на вопрос, они постоянно кашляли, в отеле кашляли, после тренировки кашляли и так далее. То есть, реально, да, тем более на любительском уровне, когда ты хочешь чего-то добиться, когда у тебя амбиции огромные есть, даже больше, наверное, чем у лучшего про-атлета. Крис Фрум выиграл всё, выиграл всё, денег дофига, конечно, у таких людей амбиции меньше, чем у молодых ездоков, которые хотят, наоборот, прорваться куда-то, и просто рвут, в расход идут люди, и, конечно же, лёгкие, и всё остальное, всё это страдает, поэтому кашляли, поэтому фактически может что-то вот астматичное развиться. Не знаю, ещё раз повторю, правда это или нет, по Фруму мы узнаем, я думаю, это очень скоро, но, да, напиши в комментариях, хочешь ли ты, чтобы Фрум участвовал, или ты считаешь, что это стоит того, чтобы быть вот таким справедливым, что ли, и дисквалифицировать его. Подогревают излишний, мне кажется, интерес Tour de France, на долгосрочной перспективе, однако это очередной гвоздь в могилу велоспорта, то есть допинг, 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 грязный вид спорта, и когда спорт становится уж слишком грязным, вот футбол, да, там не проверок, и проблем нет, и скандалов нет. То есть в таком масштабе, как в велоспорте, там нет проверок, и, соответственно, скандалов меньше по этому поводу. И спорт в итоге становится популярным, и под пивок люди всё это смотрят и празднуют, и всё нормально. А когда люди видят, что постоянно допинг, 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 люди на допинге выигрывают, что-то нечестное происходит, да, что-то настолько вот очевидное, нечестное. Один вопрос, что Россия и Саудская Аравия играют, там уровень, разные команды и прочее, там вот смотришь ты на это даже чисто с нейтральной стороны, да, этим нужно больше тренироваться, а тут тебе говорят, что ага, там, блин, вот этот допинг, он из-за допинга только выиграл, хотя тоже, ёлки-палки, из-за допинга выиграл. Да, в стриме сегодня подключаясь, можем продолжить общение на эту тему. Спасибо за внимание, ставь этому видео тоже лайк, и комментируй, да-да.